Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Предисловие. Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война. О тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов. Глава первая. Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили. Сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку. Сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы. Словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случалось. Наш кухонный бог со своей багровой, как помидор лысиной, сам предлагает нам поесть еще. Он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой пищемет, и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев. Про запас. Тьяден сделает из обжорства, а Мюллер из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, для нас для всех загадка. Он все равно остается тощим, как селедка. Но самое главное, курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по 10 сигар, 20 сигарет и по две плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Качинского его сигареты. Итого у меня теперь их 40 штук. Один день протянуть можно. А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло. Две недели назад нас отправили на передовую, сменять другую часть. На нашем участке было довольно спокойно. Поэтому ко дню нашего возвращения капитан Армус получил довольствие по обычной раскладке и распорядился варить на роту в 150 человек. Но как раз в последний день англичане вдруг подбросили свои тяжелые мясорубки, пренеприятные штуковины, и так долго били из них по нашим окопам, что мы понесли тяжелые потери. Из передовой вернулось только 80 человек. Мы прибыли в тыл ночью, и тотчас же растянулись на нарах, чтобы первым делом хорошенько выспаться. Качинский прав, на войне было бы не так скверно, если бы только можно было побольше поспать. На передовой ведь никогда толком не поспишь, а две недели тянутся долго. Когда первые из нас стали выползать из бараков, был уже полдень. Через полчаса мы прихватили наши котелки и собрались у дорогого нашему сердцу пищемета, от которого пахло чем-то наваристым и вкусным. Разумеется, первыми в очереди стояли те, у кого всегда самый большой аппетит. Коротышка Альберт Кроп, самая светлая голова у нас в роте, и, наверное, поэтому лишь недавно произведенный в Ефрейтеры. Мюллер Пятый, который до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены. Под ураганным огнем он зубрит законы физики. Леер, который носит окладистую бороду и питает слабость к девицам с публичных домов для офицеров. Он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше брать ванну. Четвертый – это я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцати лет все четверо ушли на фронт из одного класса. Сразу же за нами стоят наши друзья. Тьядан – слесарь, тщедушный юноша одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте. За еду он садится тонким и стройным, а поев, встает пузатым, как насосавшийся клоп. Хай Вестхус – тоже наш ровесник, рабочий торфянник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить, а ну-ка отгадайте, что у меня в кулаке. Детеринг – крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и о своей жене. И, наконец, Станислав Кочинский – душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга. Ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться с ясным и как лучше всего укрыться от начальства. Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал. Наконец, Кочинский крикнул ему, «Ну, открывай же свою обжорку, Генрих, и так видно, что фасоль сварилась!» Повар сонно покачал головой. «Пускай сначала все соберутся». Тьядан ухмыльнулся. «А мы все здесь!» Повар все еще ничего не заметил. «Держи карман шире! Где же остальные? Они сегодня не у тебя на довольствии. Кто в лазарете, а кто и в земле?» Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло. «А я-то сварил на сто пятьдесят человек!» Кроп ткнул его кулаком в бок. «Значит, мы хоть раз наедимся досыта! А ну, давай, начинай раздачу!» В эту минуту Тьядана осенила внезапная мысль. Его острое, как мышиное мордочка, лицо так и засветилось. Глаза лукаво сощурились, скулы заиграли, и он подошел поближе. «Генрих, дружище! Так значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек!» Огорошенный повар рассеянно кивнул. Тьядан схватил его за грудь. «И колбасу тоже!» Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядана отвисла челюсть. «И табак!» «Ну да!» «Все!» Тьядан обернулся к нам, лицо его сияло. «Черт побери! Вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет... Обождите... Так и есть! Ровно по две порции на нос!» Но тут помидор снова ожил и заявил. «Так дело не пойдет!» Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе. «Эй ты, морковка! Почему так не выйдет?» спросил Кочинский. «Да потому, что восемьдесят — это не сто пятьдесят!» «А вот мы тебе покажем, как это сделать!» — проворчал Мюллер. «Суп получите, так и быть! А хлеб и колбасу выдам только на восемьдесят!» Продолжал упорствовать помидор. Кочинский вышел из себя. «Послать бы тебя с самого разок на передовую! Ты получил продукты не на восемьдесят человек, а на вторую роту! И баста! И ты их выдашь! Вторая рота! Это мы!» Мы взяли помидора в оборот. Все его недолюбливали. Уже не раз по его вине обед или ужин попадал к нам в окопы остывшим с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе, и нашим подносчикам пищи приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульки из первой роты, тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, но уж если надо было, то тащил свою кухню почти до самой передовой. Мы были настроены очень воинственно, и, наверное, дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только «Да, вчера у нас были большие потери». Затем он заглянул в котел. А фасоль, кажется, неплохая. Помидор кивнул. Со смальцем и с говядиной. Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал. Ведь он сам вышел из нашей среды. В рот он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал. Принесите мне тарелочку. А порции раздать на всех. Зачем добру пропадать? Физиономия Помидора приняла глупое выражение. Тьяден приплясывал вокруг него. Ничего, тебя от этого не убудет. Воображает, будто он ведает всей интендантской службой. А теперь начинай, старая крыса. Да смотри, не просчитайся. Сгинь, висельник! Прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости. Все происходящее не укладывалось в его голове. Он не понимал, что творится на белом свете. И, как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам роздал еще по полфунта искусственного меду на брата. День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла. Почти каждый получил по несколько писем и газет. Теперь мы не спеша придем на луг за бараками. Кроп несет подмышкой круглую крышку от бочки с маргарином. На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная, добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон и с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить. Мы сдвигаем три кабины вместе, ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше, чем через час-два, мы со своих мест не поднимемся. Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах, и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидит редком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, ведь солдат всегда должен быть под наблюдением. С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам. Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях, ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль, и если их естественность не была бы для нас новинку. Именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной. Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние учителя будут здорово удивлены, но что поделаешь, здесь на этом языке говорят все. Для нас все эти функции организма вновь приобрели свой невинный характер в силу того, что мы поневоле отправляем их публично. Более того, мы настолько отвыкли видеть в этом нечто зазорное, что если возможность справить свои дела в уютной обстановке расцениваются у нас, как я бы сказал, так же высоко, как красиво проведенная комбинация в скате, с верными шансами на выигрыш. Недаром в немецком языке возникло выражение «новости из отхожих мест», которым обозначают всякого рода болтовню, где еще можно поболтать солдату, как не в этих уголках, которые заменяют ему традиционное место за столиком в пивной. Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть и чисто, и только. Здесь же просто хорошо. Удивительно бездумные часы. Над нами синее небо. На горизонте повисли ярко освещенные желтые аэростаты и белые облачка, разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом. Это зенитчики охотятся за аэропланом. Приглушенный гул фронта доносится до нас очень слабо, как далекая-далекая гроза. Стоит шмелю прожужжать, и гула этого уже совсем не слышно. А вокруг нас расстилается цветущий лук. Колышутся нежные метелки трав, порхают капустницы. Они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета. Мы читаем письма и газеты, и курим. Мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой. Ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями. Три будки стоят среди пламена красных цветов полевого мака. Мы кладем на коленки крышку от бочки с маргарином. На ней очень удобно играть в скат. Кроп прихватил с собой карты. Каждый кон ската чередуется с партией в рамс. За такой игрой можно просидеть целую вечность. От бараков к нам долетают звуки гармоники. Порой мы кладем карты и смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит «Эх, ребята». Или «А ведь еще немного, и нам всем была бы крышка». И мы на минуту умолкаем. Мы отдаемся властному, загнанному внутрь чувству. Каждый из нас ощущает его присутствие. Слова тут не нужны. Как легко могло бы случиться, что сегодня нам уже не пришлось бы сидеть в этих кабинах. Ведь мы, черт побери, были на волосок от этого. И поэтому все вокруг воспринимается так остро и заново. Алые маки и сытная еда, сигареты и летний ветерок. Кроп спрашивает. «Кембериха кто-нибудь из вас видел с тех пор?» «Он в Сен-Жозефе, в лазарете», — отвечаю я. «У него сквозное ранение бедра». «Верный шанс вернуться домой», — замечает Мюллер. «Мы решаем навестить Кембериха сегодня после обеда». Кроп вытаскивает какое-то письмо. «Всем привет от Конторека!» Мы смеемся. Мюллер бросает окурок и говорит. «Хотел бы я, чтобы он был здесь». Конторек, строгий маленький человечек в сером сюртуке с острым, как мышиная мордочка, личиком, был у нас классным наставником. Он был примерно такого же роста, что и унтер-офицер Химмельштос, «Гроза Клостерберга». Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста. У них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Я всегда старался не попадать в часть, где ротами командует офицеры невысокого роста. Они всегда ужасно придираются. На уроках гимнастики Конторек выступал перед нами с речами и, в конце концов, добился того, что наш класс с троем под его командой отправился в окружное военное управление, где мы и записались добровольцами. Помню, как сейчас, как он смотрел на нас, поблескивая стеклышками своих очков и спрашивал задушевным голосом. «Вы, конечно, тоже пойдете вместе со всеми, не так ли, друзья мои?» У этих воспитателей всегда найдутся высокие чувства, ведь они носят их наготою в своем жилетном кармане и выдают по мере надобности поурочно. Но тогда мы об этом еще не задумывались. Правда, один из нас все же колебался и не очень-то хотел идти вместе со всеми. Это был Йозеф Бем, толстый добродушный парень. Но и он все-таки поддался уговорам, иначе он закрыл бы для себя все пути. Быть может, еще кто-то думал, как он, но остаться в стороне тоже никому не улыбалось. Ведь в то время все, даже родители, так легко бросались словом «трус». Никто просто не представлял себе, какой оборот примет дело. В сущности, самыми умными оказались люди бедные и простые. Они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости. Хотя они-то как раз и могли куда скорее разобраться, к чему все это приведет. Качинский утверждает, что все это от образованности. От нее, мол, люди глупеют, а ушка от слов на ветер не бросает. И случилось так, что как раз Бэм погиб одним из первых. Во время атаки он был ранен в лицо, и мы сочли его убитым. Взять его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. Во второй половине дня мы вдруг услышали его крик. Он ползал перед окопами и звал на помощь. Во время боя он только потерял сознание. Слепой и обезумевший от боли, он уже не искал укрытия и его подстрелили, прежде чем мы успели его подобрать. Конторака в этом, конечно, не обвинишь. Вменять ему в вину то, что он сделал, значило бы заходить слишком далеко. Ведь Контораков были тысячи. И все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень-то при этом утверждая себя. Но именно это и делает их в наших глазах банкротами. Они должны были помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим. Иногда мы подтрунивали над ними, могли порой подстроить им какую-нибудь шутку, но в глубине души мы им верили. Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах. Мы поняли, что их поколение не так честно, как наше. Их превосходство заключалось лишь в том, что они умели красиво говорить и обладали известной ловкостью. Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение. И под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали. Они все еще писали статьи и произносили речи. А мы уже видели лазареты и умирающих. Они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству. А мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом. Они ведь так легко бросались этими словами. Мы любили родину не меньше, чем они и ни разу не дрогнули, идя в атаку. Но теперь мы кое-что поняли. Мы словно вдруг прозрели. И мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве. И выход из этого одиночества нам предстояло найти самим. Прежде чем отправиться к Кеммериху, мы упаковываем его вещи. В пути они ему пригодятся. Полевой лазарет переполнен. Здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом. Тот, кто жил в бараках, ко многому привык. Но здесь и привычному человеку станет дурно. Мы расспрашиваем, как пройти к Кеммериху. Он лежит в одной из палат и встречает нас слабой улыбкой, выражающей радость и беспомощное волнение. Пока он был без сознания, у него украли часы. Мюллер, осуждающий, качает головой. «Я ведь тебе говорил, такие хорошие часы нельзя брать с собой». Мюллер не очень хорошо соображает и любит поспорить. Иначе он попридержал бы язык. Ведь каждому видно, что Кеммериху уже не выйти из этой палаты. Найдутся его часы или нет – это абсолютно безразлично. В лучшем случае их пошлют его родным. «Ну, как дела, Франц?» – спрашивает Кроп. Кеммерих опускает голову. «В общем, ничего. Только ужасные боли в ступне». Мы смотрим на его одеяло. Его нога лежит под проволочным каркасом, одеяло сдувается над ним горбом. Я толкаю Мюллера в коленку, а то, чего доброго он скажет Кеммериху о том, что нам рассказали во дворе санитары. У Кеммериха уже нет ступни. Ему ампутировали ногу. Вид у него ужасный, он и желто-бледен. На лице проступило выражение отчужденности. Те линии, которые нам так хорошо знакомы. Потому что мы видели их уже сотни раз. Это даже не линии, это скорее знаки. Под кожей не чувствуется больше биения жизни. Она отхлынула в дальние уголки тела, изнутри прокладывает себе путь смерть. Глазами она уже завладела. Вот лежит Кеммерих, наш боевой товарищ, который еще так недавно вместе с нами жарил конину и лежал в воронке. Это еще он. И все-таки уже не он. Его образ расплылся и стал нечетким, как фотографическая пластинка, на которой сделаны два снимка. Даже голос у него какой-то пепельный. Вспоминаю, как мы уезжали на фронт. Его мать, толстая, добродушная женщина, провожала его на вокзал. Она плакала беспрерывно, от этого ее лицо обмякла и распухла. Кеммерих стихнялся ее слез. Никто вокруг не вел себя так не сдержанно, как она. Казалось, весь ее жир растает от сырости. При этом она, как видно, хотела разжалобить меня. То и дело хватало меня за руку, умоляя, чтобы я присматривал на фронте за ее Францем. У него и в самом деле было совсем еще детское лицо и такие мягкие кости, что, потаскав на себе ранец в течение какого-нибудь месяца, он уже нажил себе плоскостопие. Но как прикажете присматривать за человеком, если он на фронте? — Теперь ты сразу попадешь домой, — говорит Кроп. — А то тебе пришлось бы еще три-четыре месяца ждать отпуска. Кеммерих кивает. Я не могу смотреть на его руки. Они словно из воска. Под ногтями засела окопная грязь. У него какой-то ядовитый истинно черный цвет. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти и после того, как Кеммерих умрет. Они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе. Я представляю себе эту картину. Они ссеваются штопором, и все растут, и растут. И вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле. Совсем как трава. Неужели и вправду так бывает? Мюллер наклоняется за свертком. — Мы принесли твои вещи, Франц. Кеммерих делает знак рукой. Положите их под кровать. Мюллер запихивает вещи под кровать. Кеммерих снова заводит разговор о часах. Как бы его успокоить, не вызывая подозрений. Мюллер вылезает из-под кровати с парой летных ботинок. Это великолепные английские ботинки из мягкой желтой кожи, высокие, до колен, с шнуровкой доверху. Мечта любого солдата. Их вид переводит Мюллера в восторг. Он прикладывает их подошву к подошвам своих неуклюжих ботинок и спрашивает. — Так ты хочешь взять с собой их, Франц? Мы все трое думаем сейчас одно и то же. Даже если бы он выздоровел, он все равно смог носить бы только один ботинок. А значит, они были ему ни к чему. А при нынешнем положении вещей просто ужасно обидно, что они останутся здесь. Ведь как только он умрет, их сразу заберут себе санитары. Мюллер спрашивает еще раз. — А может, ты оставишь их у нас? Кеммерих не хочет. Эти ботинки – самое лучшее, что у него есть. — Мы могли бы их обменять на что-нибудь, — снова предлагает Мюллер. — Здесь на фронте такая вещь всегда пригодится. Но Кеммерих не поддается на уговоры. Я наступаю Мюллеру на ногу. Он с неохотой ставит чудесные ботинки под кровать. Некоторое время мы еще продолжаем разговор, затем начинаем прощаться. — Поправляйся, Франц. — Я обещаю ему зайти завтра еще раз. Мюллер тоже заговаривает об этом. Он все время думает о ботинках и поэтому решил их караулить. Кеммерих застонал. Его лихорадит. Мы выходим во двор, останавливаем там одного из санитаров, и уговариваем его сделать Кеммериху укол. Он отказывается. — Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками. — Ты, наверное, только для офицеров стараешься, — говорит Кропс, неприязнь в голосе. — Я пытаюсь уладить дело, пока не поздно. И для начала предлагаю санитару сигарету. Он берет ее. Затем спрашиваю. — А ты вообще-то имеешь право давать морфий? — Он воспринимает это как оскорбление. — Если не верите, зачем тогда спрашивать? — Я сую ему еще несколько сигарет. Путь добр. Подружи. — Ну, ладно, — говорит он. Кроп идет с ним в палату. Он не доверяет ему и хочет сам присутствовать при этом. Мы ждем его во дворе. Мюллер снова заводит речь о ботинках. — Они были бы мне как раз в пору. В моих штеблетах я себе все ноги затру. Как ты думаешь, он до завтра еще протянет? Ну, до того времени, как мы освободимся. Если он помрет ночью, нам ботинок не видать, как своих ушей. Альберт возвращается из палаты. — Вы о чем? — спрашивает он. — Да нет. — Ничего, — отвечает Мюллер. — Мы идем в наши бараки. Я думаю о письме, которое нам надо будет завтра написать матери Кемериха. Меня знобит, я с удовольствием бы выпил сейчас водки. Мюллер срывает травинки и жует их. Вдруг коротышка Кроп бросает свою сигарету, со стервенением топчет ее ногами, оглядывается с каким-то опустошенным, безумным выражением лица и бормочет. — Дерьмо. Дерьмо. Все вокруг дерьмо, проклятое. Мы идем дальше. Идем долго. Кроп успокоился. Мы знаем, что с ним было. Это фронтовая истерия. Такие припадки бывают у каждого. Мюллер спрашивает его. — А что пишет Конторак? — Он пишет, что мы железная молодежь, — смеется Кроп. Мы смеемся все трое горьким смехом. Кроп сквернословит. Он рад, что вообще в состоянии говорить. Да, вот так рассуждают они. Они, эти сто тысяч Контораков. Железная молодежь! Молодежь! Каждому из нас не больше двадцати. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики. Глава вторая Странно вспоминать о том, что у меня дома, в одном из ящиков письменного стола, лежит начатая драма «Саул» и связка стихотворений. Я просидел над своими произведениями не один вечер. Ведь почти каждый из нас занимался чем-нибудь в этом роде. Но все это стало для меня настолько неправдоподобным, что я уже не могу себе по-настоящему это представить. С тех пор, как мы здесь, наша прежняя жизнь резко прервалась. Хотя мы, со своей стороны, ничего для этого не предпринимали. Порой мы пытаемся припомнить все по порядку и найти объяснение, но у нас это как-то не получается. Особенно не ясно все именно нам, двадцатилетним. Кропу, Мюллеру, Лейеру, мне. Всем тем, кого Конторак называет «железной молодежью». Люди постарше, крепко связаны с прошлым, у них есть почва под ногами, есть жены, дети, профессии и интересы. Эти узы настолько прочны, что война не может их разорвать. У нас же, двадцатилетних, есть только наши родители, да у некоторых девушка. Это не так уж много, ведь в нашем возрасте привязанность к родителям особенно ослабевает, а девушки еще не стоят на первом плане. А помимо этого, мы почти ничего не знали. У нас были свои мечтания, кое-какие увлечения до школы. Больше мы еще ничего не успели пережить. И от этого ничего не осталось. Конторак сказал бы, что мы стояли на самом пороге жизни. В общем-то, это верно. Мы еще не успели пустить корни. Война нас смыла. Для других, тех, кто постарше, война – это временный перерыв, они могут ее мысленно перескочить. Нас же война захватила и понесла, и мы не знаем, чем все это кончится. Пока что мы знаем только одно. Мы огрубели, но как-то по-особенному. Так что в нашем очерствении есть и тоска. Хотя теперь мы даже и грустим не так уж часто. Если Мюллеру очень хочется заполучить ботинки Кеммериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решился бы и подумать об этом. Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли еще принести Кеммериху хоть какую-то пользу, Мюллер предпочел бы босиком ходить по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить. Но сейчас ботинки представляют собой нечто совершенно не относящееся к состоянию Кеммериха, а в то же время Мюллеру они бы очень пригодились. Кеммерих умрет. Так не все ли равно, кому они достанутся? И почему бы Мюллеру не охотиться за ними? Ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара. Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Вот почему Мюллер уже сейчас присматривает за ними. Мы разучились рассуждать иначе, ибо все другие рассуждения искусственны. Мы придаем значение только фактам, только они для нас важны. А хорошие ботинки не так-то просто найти. Раньше и это было не так. Когда мы шли в окружное военное управление, мы еще представляли собой школьный класс, 20 юношей. И прежде чем переступить порог казармы, вся наша веселая компания отправилась бриться в парикмахерскую. Причем многие делали это в первый раз. У нас не было твердых планов на будущее. Лишь у очень немногих мысли о карьере и призвании приняли уже настолько определенную форму, чтобы играть какую-то практическую роль в их жизни. Зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете. В течение 10 недель мы проходили военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за 10 школьных лет. Нам внушали, что начищенная пуговица важнее, чем целых 4 тома Шопенгаура. Мы убедились, сначала с удивлением, затем с горечью и, наконец, с равнодушием, что здесь все решает, как видно, не разум, а сапожная щетка. Не мысль, а заведенный некогда распорядок. Не свобода, а муштра. Мы стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма, но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это чувство. Через три недели нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры от Платона до Гетте вместе взятые. Мы видели своими молодыми зоркими глазами, что классический идеал Отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумывал потребовать даже от самого последнего слуги. Козырять, стоять на вытяжку, заниматься шагистикой, брать на караул, вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи придирок. Мы мыслили себе нашу задачу совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению. Впрочем, мы скоро привыкли и к этому. Мы даже поняли, что кое-что из этого было действительно необходимо, зато все остальное, безусловно, только мешало. На эти вещи у солдата тонкий нюх. Группами в 3-4 человека наш класс разбросали по отделениям, вместе с фересландскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы вскоре подружились. Кроп, Мюллер, Кемерих и я попали в 9-е отделение, которым командовал унтер-офицер Химмельштос. Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький коренастый человек, прослуживший 12 лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом почтальон. С Кропом, Тьяданом, Вестхусом и мной у него были особые счеты, так как он чувствовал наше молчаливое сопротивление. Однажды утром я 14 раз заправлял его койку. Каждый раз он придирался к чему-нибудь и сбрасывал постель на пол. Проработав 20 часов, конечно, с перерывами, я надравил пару допотопных, твердых, как камень сапог, до зеркального блеска, что даже Химмельштосу не к чему было больше придираться. По его приказу я дочисто выскоблил зубной щеткой пол нашей казармы. Вооружившись половой щеткой и совком, мы с Кропом стали выполнять его задание – очистить от снега казарменный двор. И, наверное, замерзли бы, но не отступились, если бы во двор случайно не заглянул один лейтенант, который отослал нас в казарму и здорово распек Химмельштоса. Увы, после этого Химмельштос только еще более люто возненавидел нас. Четыре недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу, и к тому же был весь месяц дневальным. Меня гоняли с полной выкладкой, с винтовкой в руке по раскисшему мокрому пустырю под командой «Ложись и бегом марш», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения. Через четыре часа я предъявил Химмельштосу мое безукоризненно вычищенное обмундирование, правда, после того, как я стер себе руки в кровь. Мы с Кропом, Вестхусом и Тьяденом разучивали стойку смирно в лютую стужу без перчаток, сжимая голыми пальцами ледяной ствол винтовки. А Химмельштос выжидающе петлял вокруг, подкарауливая, не шевельнемся ли мы хоть чуть-чуть, чтобы обвинить нас в невыполнении команды. Я восемь раз должен был сбегать с верхнего этажа казармы во двор ночью, в два часа, только за то, что мои кальсоны свешивались на несколько сантиметров с края скамейки, на которой мы складывали одежду на ночь. Рядом со мной, наступая мне на пальцы, бежал дежурный унтер-офицер. Это был Химмельштос. На занятиях штыковым боем мне всегда приходилось сражаться с Химмельштосом. Причем я ворочал тяжеленную железную раму, а у него в руках была легонькая деревянная винтовка, так что ему ничего не стоило наставить ни синяков на руках. Однажды, правда, я разозлился, очертя голову бросился на него и нанес ему такой удар в живот, что сбил его с ног. Когда он пошел жаловаться, командир роты поднял его на смех и сказал, что тут надо самому не зевать. Он знал своего Химмельштоса и, как видно, ничего не имел против, чтобы тот остался в дураках. Я в совершенстве овладел искусством лазить на шкафчики. Через некоторое время и по части переседаний мне тоже не было равных. Мы дрожали, едва заслышав голос Химмельштоса, но одолеть нас этой взбесившейся почтовой клячей так и не удалось. В одно из воскресеньев мы с кропом шли мимо бараков, неся на шесте полные ведра из уборной, которую мы чистили. И когда проходивший мимо Химмельштос, он собирался пойти в город и был при всем в параде. Остановившись перед нами, спросил, как нам нравится эта работа. Мы сделали вид, что запнулись и выплеснули ведро ему на ноги. Он был вне себя от ярости, но ведь и нашему терпению пришел конец. «Я вас упеку в крепость!» — кричал он. Кроп не выдержал. «Но сначала будет расследование, и тогда мы выложим все», — сказал он. «Как вы разговариваете с унтер-офицером?» — орал Химмельштос. «Вы что, с ума сошли?» «Подождите, пока вас спросят!» «Так что вы там сделаете?» «Выложим все насчет господина унтер-офицера», — сказал Кроп, держа руки по швам. Тут Химмельштос все-таки почуял, чем это пахнет, и убрался, не говоря ни слова. Правда, уходя, он все еще тявкнул. «Я вам это припомню!» Совесть его была подорвана. Он еще раз попытался отыграться, гоняя нас по пустырю и командой «Ложись!» «И встать! Бегом! Марш!» Мы, конечно, каждый раз делали то, что положено. Ведь приказ есть приказ, его надо выполнять. Но мы выполняли его так медленно, что это приводило Химмельштоса в отчаяние. Мы не спеша опускались на колени, затем опирались на руки и так далее. Тем временем он в ярости уже подавал другую команду. Прежде чем мы успели вспотеть, он сорвал себе глотку. Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас сукиными детьми, но в его ругане слышалось уважения. Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее. Их было немало, они даже составляли большинство. Но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу. А на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами. Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры. И нередко нам хотелось выть от ярости. Некоторые из нас подорвали здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными и даже грубыми. И хорошо, что стали такими. Именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало. Мы не дали себя сломить, мы приспособились. В этом нам помогли наши 20 лет, из-за которых многое другое для нас было так трудно. Но самое главное это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое притвориться в действие чувство взаимной спаяности. И впоследствии, когда мы попали на фронт, оно переросло в единственно хорошее, что подарила война. В товарищество. Я сижу у кровати Кемериха. Он все больше сдает. Вокруг нас страшная суматоха. Пришел санитарный поезд, и в палатах отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию. У кровати Кемериха врач не останавливается. Он даже не смотрит на него. «В следующий раз, Франц!» Говорю я. Опираясь на локти, он приподнимается над подушками. Мне ампутировали ногу. Значит, он все-таки узнал об этом. Я киваю головой и говорю. «Будь доволен, что отделался только этим». Он молчит. Я заговариваю снова. «Тебе могли бы отнять обе ноги, Франц. Вот Вегелер потерял правую руку. Это куда хуже. И потом, ты ведь поедешь домой». Он смотрит на меня. «Ты думаешь?» «Конечно». Он спрашивает еще раз. «Ты думаешь?» «Это точно, Франц. Только сначала тебе надо оправиться после операции». Он дает мне знак подвинуться поближе. Я наклоняюсь над ним, и он шепчет. «Я не верю в это». «Не говори глупостей, Франц. Через несколько дней ты сам увидишь. Ну, что тут такого особенного? Ну, отняли ногу. Здесь еще и не такое из кусочков сшивают». Он поднимает руку. «А вот посмотри-ка сюда. Видишь, какие пальцы?» «Это от операции. Лопай как следует, и все будет хорошо. Кормят-то здесь прилично». Он показывает миску. Она почти полна. Мне становится тревожно. «Франц, тебе надо кушать. Это ведь самое главное. Ведь с едой здесь как будто бы хорошо». Он не хочет меня слушать. Помолчав, он говорит с расстановкой. «Когда-то я хотел стать лесничим». «Это ты еще успеешь сделать, утешаю я. Сейчас придумали такие замечательные протезы. С ними ты и не заметишь, что у тебя не все в порядке. Их соединяют с мускулами. С протезом для руки можно, например, двигать пальцами и работать, и даже писать. А кроме того, сейчас все время изобретаешь что-нибудь новенькое. Некоторое время он лежит неподвижно, а потом говорит. «Можешь взять мои ботинки». «Отдай их Мюллеру». Я киваю головой и соображаю, что бы ему такое сказать, как бы его приободрить. Его губы стерты с лица, рот стал больше, зубы резко выделяются, как будто они из мела. Его тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются. Скелет постепенно выступает наружу. Глаза уже начали западать. Через несколько часов все будет кончено. Кемерих не первый умирающий, которого я вижу, но тут другое дело. Ведь мы с ним вместе росли. Я списывал у него сочинения. В школе он обычно носил коричневый костюм с поясом, до блеска вытертый на локтях. Только он один во всем классе умел крутить солнце на турнике. При этом его волосы развивались, как шелк, и падали ему на лицо. Конторак гордился им. А вот сигаретки Амирих не выносил. Кожа у него была белая-белая. Он чем-то напоминал девочку. Я смотрю на свои сапоги. Они огромные и неуклюжие. Штаны заправлены в голенище. Когда стоишь в этих широченных трубах, выглядишь толстым и сильным. Но когда мы идем мыться и раздеваемся, наши бедра и плечи вдруг становятся узкими. Тогда мы уже не солдаты, а почти мальчики. Никто не поверил бы, что мы можем таскать на себе тяжеленные ранцы. Странно глядеть на нас, когда мы голые. Мы тогда не на службе, да и чувствуем себя штатскими. Раздевшись, Франц Кемерих становился маленьким и тоненьким, как ребенок. И вот он лежит передо мной. Как же так? Надо бы провести мимо этой койки всех, кто живет на белом свете, и сказать им. Это Франц Кемерих. Ему девятнадцать с половиной лет. И он не хочет умирать. Не дайте ему умереть. Мысль мешается у меня в голове. От этого воздуха, насыщенного карболкой и гниением, в легких скапливается мокрота. Это какое-то тягучее, удушливое месиво. Наступают сумерки. Лицо Кемериха блекнет, оно выделяется на фоне подушек, такое бледное, что кажется прозрачным. Губы тихо шевелятся. Я склоняюсь над ним, и он шепчет. Если найдутся мои часы, пошлите их домой. Я не пытаюсь возражать. Теперь это уже бесполезно. Его не убедишь. Мне страшно становится при мысли о том, что я ничем не могу помочь. Этот лоб с провалившимися висками, этот рот, похожий скорее на оскал черепа, этот заострившийся нос. И плачущая толстая женщина там, в нашем городе, который мне надо написать. Ах, если бы письмо было уже отослано. По палатам ходят санитары с ведрами и склянками. Один из них подходит к нам, испытующий смотрит на Кемериха и снова удаляется. Видно, что он ждет. Наверное, ему нужна койка. Я придвигаюсь поближе к Францу и начинаю говорить, как будто это может его спасти. Послушай, Франц, может быть, ты попадешь в санаторий в Клостерберге, где кругом виллы? Тогда ты будешь смотреть из окна на поля, а вдалеке на горизонте увидишь те два дерева. Самая чудесная пора, хлеба поспевают. По вечерам поля переливаются под солнцем, как перламутр, а аллея у ручья, где мы корешек ловили. Ты снова заведешь себе аквариум и будешь разводить рыб, а в город будешь ходить, ни у кого не отпрашиваясь. И даже сможешь играть на рояле, если, конечно, захочешь. Я наклоняюсь к его лицу, над которым сгустились тени. Он еще дышит. Тихо, тихо. Его лицо влажно, он плачет. Ну и наделал я дел своими глупыми разговорами. Не надо, Франц. Я обнимаю его за плечи и прижимаюсь лицом к его лицу. Может, поспишь немного? Он не отвечает. По его щекам текут слезы. Мне хотелось бы их утереть, но мой носовой платок слишком грязен. Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица. Быть может, он захочет что-нибудь еще сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал. Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах. Он вообще ничего не говорит. Это для него, как видно, уже позади. Теперь он остался наедине со своей коротенькой, 19-летней жизнью и плачет, потому что она уходит от него. Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь прощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаянием. Хотя и смерть Тьядана тоже была тяжелым зрелищем. Этот здоровый, как бык парень, во весь голос звал свою мать и с выкачанными глазами в смятении угоражал врачу штыком, не подпуская его к своей койке, пока, наконец, не упал, как подкошенный. Вдруг Кеммерих издает стон и начинает хрипеть. Я вскакиваю, выбегаю, задеваясь за койки из палаты и спрашиваю, «Где врач? Где врач?» Увидев человека в белом халате, я хватаю его за руку и не отпускаю. «Идите скорей, а то Франц Кеммерих умрет!» Он вырывает руку и спрашивает стоящего рядом санитара. «Это что еще такое?» Тот докладывает. Двадцать шестая койка, ампутация ноги выше колена. Врач раздраженно кричит. «А я почем знаю? Я сегодня ампутировал пять ног!» Он отталкивает меня, говорит санитару. «Посмотрите!» И убегает в операционную. Я иду за санитаром, и все во мне кипит от злости. Он смотрит на меня и говорит, «Операция за операцией, с пяти часов утра. Просто с ума сойти, вот что я тебе скажу. Только за сегодня опять шестнадцать смертных случаев, и твой будет семнадцатый. Сегодня наверняка дойдет до двадцати. Мне дурно, и я вдруг чувствую, что больше не выдержу. Ругаться я уже не стану, это бесполезно. Мне хочется свалиться и больше не вставать». Мы у койки Кеммериха. Он умер. Лицо у него еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты, они пожелтели, как старые костяные пуговицы. Санитар толкает меня вбок. «Вещи заберешь?» Я киваю. Он продолжает. «Его придется сразу унести, нам койка нужна. Там уже в тамбуре лежат». Я забираю вещи и снимаю с Кеммериха опознавательный знак. Санитар спрашивает, где его солдатская книжка. Книжки нет. Я говорю, что она, наверное, в канцелярии и ухожу. Следом за мной санитар уже тащат Францию и укладывают его на плащ-палатку. Мне кажется, что темнота и ветер за воротами лазарета приносят избавление. Я вдыхаю воздух как можно глубже, лицо ощущает его прикосновения, небывало теплые и нежные. В голове у меня вдруг начинают мелькать мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Сапоги несут меня вперед, я иду быстрее, я бегу. Мимо меня проходят солдаты, их разговоры волнуют меня, хотя я не понимаю, о чем они говорят. В земле бродят какие-то силы, они вливаются в меня через подошвы. Ночь потрескивает электрическим треском, фронт глухо громыхает вдали, как целый оркестр из барабанов. Я легко управляю движениями своего тела, я чувствую силу в каждом суставе, я посапываю и отфыркиваюсь. Я ощущаю голод более острый, чем голод в желудке. Мюллер стоит у барака и ждет меня. Я отдаю ему ботинки. Мы выходим, он примеряет их, они ему как раз в пору. Он начинает рыться в своих запасах и предлагает мне порядочный кусок колбасы. Мы съедаем ее, запивая горячим чаем с ромом. Глава третья. К нам прибыло пополнение. Пустые места на нарах заполняются, и вскоре в бараках уже нет ни одного свободного тифика с соломой. Часть нов прибывших – старослужащие. Но кроме них к нам прислали 25 человек молодняка из фронтовых пересыльных пунктов. Они почти на год моложе нас. Кроп толкает меня. Ты уже видел этих младенцев? Я киваю. Мы принимаем гордый самодовольный вид, устраиваем бритье во дворе, ходим, сунув руки в карманы, поглядываем на новобранцев и чувствуем себя старыми служаками. Качинский присоединяется к нам. Мы разгуливаем по конюшням и подходим к новичкам, которые как раз получают противогазы и кофе на завтрак. Кат спрашивает одного из самых молоденьких. Ну что, небось уже давно ничего дельного не лопали? Новичок морщится. На завтрак – лепешки из брюквы, на обед – фенегрет из брюквы, на ужин – котлеты из брюквы с салатом из брюквы. Качинский свистит с видом знатока. Лепешки из брюквы – вам повезло, ведь теперь уже делают хлеб из опилок. А что ты скажешь насчет фасоли? Не хочешь ли чуток? Парня бросает в краску. Нечего меня разыгрывать. Качинский немногословен. Бери котелок. Мы с любопытством идем за ним. Он подводит нас к бочонку, стоящему возле его тюфяка. Бочонок и в самом деле почти заполнен фасолью с говядиной. Качинский стоит перед ним важный, как генерал, и говорит. А ну, налетай! Солдату зевать не годится. Мы поражены. Вот это да, кат! И где ты только раздобыл такое? Спрашиваю я. Помидор рад был, что я избавил его от хлопот. Я ему за это три куска парашютного шелка дал. А что, фасоли в холодном виде еда, что надо, а? С видом благодетеля он накладывает парнишке порцию и говорит. Если заявишься сюда еще раз, в правой руке у тебя будет котелок, а в левой сигара или горсть табачку. Понятно? Затем он оборачивается к нам. С вас я, конечно, ничего не возьму. Качинский совершенно незаменимый человек. У него есть какое-то шестое чувство. Такие люди, как он, есть везде, но заранее их никогда не распознаешь. В каждой роте есть один, а то и два солдата из этой породы. Качинский самый пройдошливый из всех, кого я знаю. По профессии он кажется сапожник, но дело не в этом. Он знает все ремесла. С ним хорошо дружить. Мы с Кропом дружим с ним. Хайвестус тоже, можно считать, входит в нашу компанию. Впрочем, он скорее исполнительный орган. Когда проворачивается какой-нибудь дельце, для которого нужны крепкие кулаки, он работает по указаниям Ката. За это он получает свою долю. Вот пребываем мы, например, ночью в совершенно незнакомую местность. В какой-то жалкий городишко, при виде которого сразу становится ясно, что здесь давно уже растащили все, кроме стен. Нам отводят ночлег в неосвещенном здании маленькой фабрики, временно приспособленный под казарму. В нем стоят кровати, а вернее деревянные рамы, на которые натянута проволочная сетка. Спать на этой сетке жестко. Нам нечего подложить под себя. Одеялом нужны нам, чтобы укрываться, а плащ-палатка слишком тонка. Кат выясняет обстановку и говорит Хайвестусу. Ну-ка, пойдем со мной. Они уходят в город, хотя он им совершенно незнаком. Через какие-нибудь полчаса они возвращаются, а в руках у них огромные охапки соломы. Кат нашел конюшню, а в ней была солома. Теперь спать нам будет хорошо, и можно бы уже ложиться, да только животы у нас подводят от голода. Кроп спрашивает какого-то артиллериста, который давно уже здесь стоит со своей частью. Нет ли здесь где-нибудь столовой? Артиллерист смеется. Ишь, чего захотел. Здесь хоть шаром покати. Здесь ты и корки хлеба не достанешь. А что, из местных здесь уже никто не живет? Артиллерист сплевывает. Почему же? Кое-кто остался, только они сами трутся у каждого котла и попрошайничают. Дело плохо. Видно, придется подтянуть ремень потуже и ждать до утра, когда подбросят продовольствие. Но вот я вижу, что Кат надевает фуражку и спрашиваю. Куда ты, Кат? Разведать местность. Может быть, выжмем что-нибудь. Неторопливо он выходит на улицу. Артиллерист ухмыляется. Выжимай, выжимай! Смотри, не надорвись! В полном разочаровании мы заваливаемся на койке и уже подумаем, а не сглодать ли по кусочку из нашего неприкосновенного запаса. Но это кажется нам слишком рискованным. Тогда мы пытаемся отыграться на сне. Круп переломывает сигарету и дает мне половину. Тьяден рассказывает о бабах с салом. Блюде, которое так любят в его родных краях. Он клянет тех, кто готовит их без стручков. Прежде всего, варить надо все вместе. Картошку, горох и сало. Ни в коем случае не по отдельности. Кто-то ворчливо замечает, что если Тьяден сейчас же не замолчит, он из него самого сделает бобовую кашу. После этого в просторном цеху становится тихо и спокойно. Только несколько свечей мерцают в горлышках бутылок. Да время от времени сплевывает артиллерист. Мы уже начинаем дремать, как вдруг дверь открывается, и на пороге появляется кат. Сначала мне кажется, что я вижу сон. Под мышкой у него два коровая хлеба, а в руке перепачканный кровью мешок с кониной. Артиллерист роняет трубку изо рта. Он ощупывает хлеб. В самом деле, настоящий хлеб, да еще и теплый. Кат не собирается распространяться на эту тему. Он принес хлеб, а остальное не имеет значения. Я уверен, что если бы его высадили в пустыне, он через час устроил бы ужин из фиников, жаркова и вина. Он коротко бросает Хая. «Накали дров». Затем он вытаскивает из-под куртки сковороду и вынимает из кармана пригоршню соли и даже кусочек жира. Он ничего не забыл. Хая разводит на полу костер. Дрова звонко трещат в пустом цеху. Мы слезаем с коек. Артиллерист колеблется. Он подумывает, не выразит ли ему свое восхищение. Быть может, тогда и ему что-нибудь перепадет. Но Качинский даже не смотрит на артиллериста. Он для него пустое место. Тот уходит, бормоча проклятия. Кат знает способ, как жарить конину, чтобы она стала мягкой. Ее нельзя сразу же класть на сковородку, иначе она будет жесткой. Сначала ее надо поварить в воде. С ножами в руках мы садимся на корточки вокруг огня и наедаемся до отвала. Вот такой у нас Кат. Если бы было на свете место, где раздобыть что-нибудь съестное можно было только один раз в году в течение одного часа, то именно в этот час он, словно по наитию, надел бы фуражку, отправился в путь и, устремившись как по компасу, прямо к цели, разыскал бы эту снеть. Он находит все. Когда холодно, он найдет печурку и дрова. Он отыскивает сено и солому, столы и стулья, но прежде всего жратву. Это какая-то загадка. Он достает все это словно из-под земли, как по волшебству. Он превзошел самого себя, когда достал четыре банки омаров. Впрочем, мы предпочли бы им кусок сала. Мы разлеглись у бараков на солнечной стороне. Пахнет смолой, летом и потными ногами. Кат сидит возле меня, он никогда не прочь побеседовать. Сегодня нас заставили целый час тренироваться. Мы учились отдавать честь, так как Тьяден небрежно откозырял какому-то майору. Кат все никак не может забыть этого, и он заявляет. Вот увидите, мы проиграем войну из-за того, что слишком хорошо умеем козырять. К нам подходит кроп. Босой, засученными штанами, он вышагивает, как журавль. Он постирал свои носки и кладет их сушиться на траву. Кат смотрит в небо, испускает громкий звук и задумчиво поясняет. Этот вздох издал горох. Кроп и Кат вступают в дискуссию. Одновременно они заключают пари на бутылку пива об исходе воздушного боя, который сейчас разыгрывается над нами. Кат твердо придерживается своего мнения, которое он как старый солдат-балагур и на этот раз высказывает в стихотворной форме. Когда бы все были равны, на свете бы не было войны. В противоположность Кату Кроп – философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества с музыкой, входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран в трусах, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где с друг с другом воюют совсем не те люди. Предложение Кропа имеет успех, а затем разговор постепенно переходит на муштру в казармах. При этом мне вспоминается одна картина. Раскаленный полдень на казарменном дворе. Зной неподвижно висит над плацем. Казармы словно вымерли. Все спят. Слышно только, как тренируются барабанщики. Они расположились где-то неподалеку и барабанят неумело, монотонно и тупо. Замечательное трезвучие. Полуденный зной, казарменный двор и барабанная дробь. В окнах казармы пустое темно. Кое-где на подоконниках сушатся солдатские штаны. На эти окна смотрят с вожделением. В казармах сейчас прохладно. Ах, темные, душные казарменные помещения с вашими железными койками, одеялами в клетку, высокими шкафчиками и стоящими перед ними скамейками. Даже и вы можете стать желанными. Более того, здесь, на фронте, вы озарены отблеском сказочно далекой родины и дома. Вы чуланы, пропитанные испарениями спящих и их одежды, пропавшие перестоявшейся пищей и табачным дымом. Кочинский живописует их, не жалея красок и с большим воодушевлением. Чего бы мы не отдали за то, чтобы вернуться туда? Ведь о чем-нибудь большем мы даже и думать не смеем. А занятия по стрелковому оружию в раннеутренние часы. Из чего состоит винтовка образца 98-го года? А занятия по гимнастике после обеда. Кто играет на рояле, шаг вперед. Правое плечо вперед, с шагом марш. Доложите на кухню, чтобы прибыли чистить картошку. Мы упиваемся воспоминаниями. Вдруг Кроп смеется и говорит «В Лейне пересадка!» Это была любимая игра нашего капрала. Лейне – узловая станция. Чтобы наши отпускники не плутали на ее путях, Химмельштос обучал нас в казарме, как делать пересадку. Мы должны были усвоить, что если хочешь пересесть в Лейне с дальнего поезда на местный, надо пройти через туннель. Каждый из нас становился слева от своей койки, которая изображала этот туннель. Затем подавалась команда «В Лейне пересадка!» И все с быстротой молнии пролезали под койками на другую сторону. Мы упражнялись в этом часами. Тем временем немецкий аэроплан успели сбить. Он падает, как комета, волоча за собой хвост из дыма. Кроп проиграл на этом бутылку пива и с неохотой отсчитывает деньги. «А когда Химмельштос был почтальоном, он наверняка был скромным человеком», сказал я после того, как Альберт справился со своим разочарованием. Но стоило ему стать унтер-офицером, как он превратился в живодера. Как это получается? Этот вопрос растормошил Кропа. «Да и не только Химмельштос. Это случается с очень многими. Как получат нашивки и саблю, так сразу становятся совсем другими людьми, словно бетоном нажрались». «Все дело в мундире», – высказываю я предположения. «Да, в общем, примерно так», – говорит Кат, готовясь произнести целую речь. «Но причину надо искать не в этом. Видишь ли, если ты приучишь собаку есть картошку, а потом положишь ей кусок мяса, то она все ж таки схватит мясо, потому что это у нее в крови. А если ты дашь человеку кусочек власти, с ним будет то же самое. Он за нее ухватится. Это получается само собой, потому что человек, как таковой, первонаперво скотина. И разве только сверху у него бывает тонкий слой порядочности. Все равно, что горбушка хлеба, на которую намазали сало. Вся военная служба в том и состоит, что у одного есть власть над другим. Плохо только то, что у каждого ее слишком много. Унтер-офицер может гонять рядового, лейтенант – унтер-офицера, капитан – лейтенанта, да так, что человек с ума сойти может. И так как каждый из них знает, что это его право, то у него появляются такие вот привычки. Возьми самый простой пример. Вот идем мы с учений и устали, как собаки. А тут команда – запивай. Конечно, поем мы так, что слушать тошно. Каждый рад, что хоть винтовку-то еще тащить может. И вот уже роту повернули кругом и в наказание заставили заниматься еще часок. На обратном пути опять команда – запивай. И на этот раз мы поем по-настоящему. Какой во всем этом смысл? Да просто командир роты поставил на своем, ведь у него есть власть. Никто ему ничего на это не скажет. Наоборот, все считают его настоящим офицером. А ведь это еще мелочь. Они еще и не такое выдумывают, чтобы покуражиться над нашим братом. И вот я вас спрашиваю, кто, на какой штатской должности, пусть даже в самом высоком чине, может себе позволить что-либо подобное, не рискуя, что ему набьют морду. Такое можно себе позволить только в армии. А это, знаете ли, хоть кому голову вскуражит. И чем более мелкой сошкой человек был в штатской жизни, тем больше он задается здесь. Ну да, как говорится, дисциплинка нужна, небрежно вставляет кроп. К чему придраться, они всегда найдут, ворчит кат. Ну что ж, может так оно и надо. Но только нельзя же издеваться над людьми. А вот попробуй объяснить все это какому-нибудь слесарю, батараку или вообще рабочему человеку. Попробуй растолковать это простому пехотинцу, ведь здесь их больше всего. Он видит только, что с него дерут три шкуры, а потом отправят на фронт. И он прекрасно понимает, что нужно и что не нужно. Если простой солдат здесь, на передовой, держится так стойко, так это, доложу я вам, просто удивительно. То есть просто удивительно. Все соглашаются, так как каждый из нас знает, что муштра кончается только в окопах. Но уже в нескольких километрах от передовой она начинается снова. Причем начинается с самых нелепых вещей, с козыряния и шагистики. Солдата надо во что бы то ни стало чем-нибудь занять. Это железный закон. Но тут появляется Тьядан. На его лице красные пятна. Он так взволнован, что даже заикается. Сияя от радости, он произносит, четко выговаривая каждый слог. Химмельштосс едет к нам. Его отправили на фронт. Химмельштосс у Тьядан питает особую ненависть, так как во время нашего пребывания в барачном лагере Химмельштосс воспитывал его на свой манер. Тьядан мочится под себя. Этот грех случается с ним ночью, во сне. Химмельштосс безапелляционно заявил, что это просто лень. И нашел прекрасное, вполне достойное своего изобретателя средство, как исцелить Тьядана. Химмельштосс отыскал в соседнем бараке другого солдата, страдающего тем же недугом, по фамилии Киндерфаттер, и перевел его к Тьядану. В бараках стояли обычные армейские койки, двухъярусные, с проволочной сеткой. Химмельштосс разместил Тьядана и Киндерфаттера так, что одному из них досталось верхнее место, а другому нижнее. Понятно, что лежащему внизу приходилось не сладко. Зато на следующий вечер они должны были меняться местами. Лежавший внизу перебирался наверх, и таким образом совершалось возмездие. Химмельштосс называл это самовоспитанием. Это была подлая, хотя и остроумная выдумка. К сожалению, из нее ничего не вышло, так как предпосылка оказалась все же неправильной. В обоих случаях дело объяснялось вовсе не ленью. Для того, чтобы это понять, достаточно было посмотреть на их землистого цвета кожу. Дело кончилось тем, что каждую ночь кто-нибудь из них спал на полу. При этом он мог легко простудиться. Тем временем Хайя тоже подсел к нам. Он подмигивает мне и любовно потирает свою лапищу. С ним вместе мы пережили прекраснейший день нашей солдатской жизни. Это было накануне нашей отправки на фронт. Мы были прикомандированы к одному из полков с многозначным номером, но сначала нас еще вызвали для экипировки обратно в гарнизон. Однако послали не на сборный пункт, а в другие казармы. На следующий день, рано утром, мы должны были выехать. Вечером мы собрались вместе, чтобы расквитаться с Химельштоссом. Уже несколько месяцев тому назад мы поклялись друг другу сделать это. Кроп шел в своих планах даже еще дальше. Он решил, что после войны пойдет служить по почтовому отделению, чтобы впоследствии, когда Химельштосс снова будет почтальоном, стать его начальником. Он с упоением рисовал себе, как будет школить его. Поэтому-то Химельштосс никак не мог сломить нас. Мы всегда рассчитывали на то, что рано или поздно он попадется в наши руки. Уж во всяком случае, в конце войны. Пока что мы решили как следует отдубасить его. Что особенного смогут нам за это сделать, если он нас не узнает? А завтра утром мы все равно уедем. Мы уже знали пивную, в которой он сидел каждый вечер. Когда он возвращался оттуда в казармы, ему приходилось идти по неосвещенной дороге, где не было домов. Там мы и подстерегали его, спрятавшись за грудой камней. Я прихватил с собой постельник. Мы дрожали от нетерпения. А вдруг он будет не один? Наконец послышались его шаги. Мы их уже изучили, ведь мы так часто слышали их по утрам, когда дверь казармы распахивалась, и дневальные кричали во всю глотку. «Подъем!» «Один?» шепнул Кров. «Один». Мы с Тьяданом крадучись обошли камни. Вот уже сверкнула пряжка на ремне Химмельштоса. Как видно, унтер-офицер был немного навеселе. Он пел. Ничего не подозревая, он прошел мимо нас. Мы схватили постельник, набросили его, бесшумно прыгнув сзади на Химмельштоса, и резко рванули концы так, что тот, стоя в белом мешке, не мог поднять руки. Песня умолкла. Еще мгновение, и Хайя Вестхуст был возле Химмельштоса. Широко расставив локти, он отшвырнул нас. Так ему хотелось быть первым. Смакуя каждое движение, он встал в позу, вытянул свою длинную, как семафор, ручищу, с огромной, как лопата, ладонью, и так двинул по мешку, что этот удар мог бы убить и быка. Химмельштос перекувырнулся, отлетев метров пять, и заорал благим матом. Но и об этом мы подумали заранее. У нас была с собой подушка. Хайя присел, положил подушку себе на колени, схватил Химмельштоса за то место, где виднелась голова, и прижал ее к подушке. Голос унтер-офицера тотчас же стал приглушенным. Время от времени Хайя давал ему перевести дух, и тогда мычание на минуту превращалось в великолепный звонкий крик, который тут же вновь ослабевал до писка. Тут Тьядан отстегнул у Химмельштоса подтяжки и спустил ему штаны. Плетку Тьядан держал в зубах. Затем он поднялся и заработал руками. Это была дивная картина. Лежавший на земле Химмельштос, склонившийся над ним и державший его голову на коленях Хайя, с дьявольской улыбкой на лице и разинутым от наслаждения ртом. Затем вздрагивающие полосатые кальсоны на кривых ногах, выделывающих под спущенными штанами самые замысловатые движения. А над ними в позе дровосека неутомимый Тьядан. В конце концов нам пришлось силы оттащить его, а то бы мы никогда не дождались своей очереди. Наконец, Хайя снова поставил Химмельштоса на ноги и в заключении исполнил еще один индивидуальный номер. Размахнувшись правой рукой чуть ли не до неба, словно собираясь захватить пригоршню звезд, он влепил Химмельштосу оплеуху. Химмельштоса прокинулся навзничь. Хайя снова поднял его, привел в исходное положение и, показав высокий класс точности, закатил ему вторую, на этот раз левой рукой. Химмельштос взвыл и, встав на четвереньки, пустился на утек. Его полосатый почтальонский зад светился в лучах луны. Мы ретировались на рысях. Хайя еще раз оглянулся и сказал удовлетворенно, злобно и несколько загадочно. Кровавая месть, как кровяная колбаса. В сущности, Химмельштосу следовало бы радоваться, ведь его слова о том, что люди всегда должны взаимно воспитывать друг друга, не остались в туне. Они были применены к нему самому. Мы оказались понятливыми учениками и хорошо усвоили его метод. Он так никогда и не дознался, кто устроил ему этот сюрприз. Правда, при этом он приобрел постельник, которого мы уже не нашли на месте происшествия, когда заглянули туда через несколько часов. События этого вечера были причиной того, что, отъезжая на следующее утро на фронт, мы держались довольно молодцевато. Какой-то старик с развивающейся окладистой бородой был так тронут нашим видом, что назвал нас юными героями. Глава четвертая. Мы едем к передовой на саперной работе. С наступлением темноты к баракам подъезжают грузовые автомобили. Мы влезаем в кузов. Вечер теплый, и сумерки кажутся нам огромным полотнищем, под защитой которого мы чувствуем себя спокойнее. Сумерки сближают нас. Даже скуповатый тьяден протягивает мне сигарету и дает прикурить. Мы стоим вплотную друг к другу, локоть к локтю, сесть никто не может. Да мы и не привыкли сидеть. Мюллер впервые с давних пор в хорошем настроении. Он в новых ботинках. Моторы завывают, грузовики громыхают и лязгают. Дороги разъезжены, на каждом шагу ухаб. И мы все время ныряем вниз, так что чуть не вылетаем из кузова. Это нас нисколько не тревожит. В самом деле, что может с нами случиться? Сломанная рука куда лучше, чем простреленный живот. И многие только обрадовались бы такому удобному случаю попасть домой. Рядом с нами идут длинные колонны машин с боеприпасами. Они спешат, все время обгоняют нас. Мы окликаем сопровождающих, перебрасываемся с ними шутками. Впереди показалась высокая каменная стена. Это ограда дома, стоящего поодаль от дороги. Вдруг я начинаю прислушиваться. Не ошибся ли я? Нет. Я явственно слышу гоготание гусей. Я гляжу на Качинского, он глядит на меня. Мы сразу же поняли друг друга. Кат, я слышу, сегодня тут есть кандидат на сковородку. Он кивает. Это мы проверим, когда возвратимся. Я в курсе дела. Ну, конечно же, Кат в курсе дела. Он наверняка знает каждую гусиную ножку в радиусе 20 километров. Мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы обсажены кустами, образующими сплошные зеленые беседки, словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. Эти беседки имели бы совсем мирный вид, если бы под их веселыми сводами не скрывались пушки. От орудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. Выстрелы грохочут так, что наш грузовик ходит ходуном, вслед за ним срем, катится эхо, все вокруг дрожит. Наши лица незаметно изменяют свое выражение. Правда, мы едем не на передовую, а только на саперные работы. Но на каждом лице сейчас написано «Это полоса фронта, мы вступили в ее пределы». Это еще не страх. Тот, кто ездил сюда так часто, как мы, становится толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы. Кат учит их. А это тридцатилинейка. Слышите? Вот она выстрелила. Сейчас будет разрыв. Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле фронта. Кат прислушивается к нему. Сегодня ночью нам дадут прикурить. Мы все тоже прислушиваемся. На фронте беспокойно. Кроп говорит. Томми. Уже стреляют. С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские батареи справа от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали ровно в десять. Ишь, чего выдумали, ворчит Мюллер. У них, видать, часы идут вперед. Я же вам говорю, нам дадут прикурить. У меня перед этим всегда кости ноют. Кат втягивает голову в плечи. Рядом с нами ухают три выстрела. Косой луч пламени прорезает туман, стволы ревут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра снова будем в бараках. Наши лица не стали бледнее или краснее обычного. Нет в них особенного напряжения или безразличия. Но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова. Это действительно так. Фронт, сознание того, что ты на фронте, вот что заставляет срабатывать этот контакт. В то мгновение, когда раздастся свист первых снарядов, когда выстрелы начнут рвать в воздух, в наших жилах, в наших руках, в наших глазах вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности, обостренной чуткости, удивительной восприимчивости всех органах чувств. Все тело разом приходит в состояние полной готовности. Мне нередко кажется, что это от воздуха. Сотрясаемый взрывами вибрирующий воздух фронта внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью. А может быть, это сам фронт. От него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует какие-то неведомые нервные окончания. Каждый раз повторяется одно и то же. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые. Но как только мы видим первые аурдийные окопы, все, что мы говорим друг другу, звучит уже по-иному. Вот Кат сказал, нам дадут прикурить. Если бы он сказал это, стоя у бараков, то это было бы просто его мнение и только. Но когда он произносит эти слова здесь, в них слышится нечто обнаженно-резкое, как холодный блеск штыка в лунную ночь. Они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и вызывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь. Слова с их темным, грозным смыслом нам дадут прикурить. Быть может, эта наша жизнь содрогается в самых откровенных тайниках и поднимается из глубин, чтобы постоять за себя. Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах, уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку. Медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление. Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы защищаться. Особенно из земли. Ни для кого на свете земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он проникает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом. Она единственный его друг, его брат, его мать. Ей, безмолвной, надежной заступнице, с тоном и криком поверяет он свой страх и свою боль. И она принимает их и снова отпускает его на десять секунд. Десять секунд перебежки. Еще десять секунд жизни. И опять подхватывает его, чтобы укрыть. Порой навсегда. Земля. 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 У тебя есть складки и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забиться, как крот. Земля. Когда мы корчились в предсмертной тоске под всплесками несущего уничтожения огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь. Сметение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе. И мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами. И безмолвно, боязливо радуясь еще одной пережитой минуте, впивались в тебя губами. Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия на тысячи лет назад. У нас просыпается инстинкт зверя. Это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности. Он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее и гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки. А между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы уже ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое, то похожее на ясновидение чутье, которое есть у всех нас. Это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вагезов давно бы не осталось живых ни одного человека. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые. Но как только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми, полуживотными. Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных кухонь. За лесом мы слезаем, а грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами завтра до рассвета. Над лугами стелится достающий до груди слой тумана и порохового дыма. Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки. Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры. Солдатские куртки, брюки, сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется все прямо и прямо. Фигуры сливаются в сплошной клин, отдельных людей уже нельзя различить. Лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок, медленно продвигающихся вперед. Это колонна, а не люди. По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете. Движения лошадей красивы, они закидывают головы, видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта. Всадники с их касками кажутся рыцарями давно ушедших времен. В этом есть что-то красивое и трогательное. Мы идем к саперному складу. Одни взваливают на плечи острые гнутые железные бруски и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело. Местность становится все более изрытой. Идущие впереди передают по цепи. Внимание, слева глубокая воронка. Осторожно, траншея. Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается. Некоторые налетают лицом на оток проволоки, которые несут перед нами. Слышится брань. Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда «Кончай курить!» Мы подошли вплотную к окопам. Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами открывается участок передовой. Весь горизонт, от края до края, светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении, там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами батарей. Высоко в небе взлетают осветительные ракеты, серебристые и красные шары. Они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от времени в воздух взымывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем и доходят до нас. Мы видим на земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Тотчас же повсюду взлетают новые и в перемешку с ними опять зеленые, красные, синие. Влипли, говорит кат. Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота, потом он снова распадается на отдельные группы взрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Над нашими головами мчится, воет, свистит и шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров, но между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных тяжелых чемоданов, которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый трубный звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь пролегает высоко надвоем и свистом обычных снарядов. Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть подрагивает. Тот чажа, рядом с ним появляется второй, они скрещиваются, между ними виднеется черное насекомое, оно пытается уйти. Это аэроплан. Лучи сбивают его с курса, ослепляют и он падает. Мы забиваем железные колья в землю на равном расстоянии друг от друга. Каждый моток держит двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился разматывать ее и расцарапал себе руку. Через несколько часов мы управились, но у нас еще есть время до прибытия машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для меня слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря, холод то и дело будет нас. Один раз мне удается уснуть крепко. Я просыпаюсь, словно от внезапного толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты, и на мгновение мне кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас или вечер. Я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-вот должны прозвучать. Слов ласковых, домашних. Уж не плачу ли я? Я подношу руку глазам, как странно. Разве я ребенок? Кожа у меня нежная. Все это длится лишь одно мгновение, затем я узнаю силуэт Кочинского. Он сидит спокойно, как подобает старому служаке, и курит трубку, разумеется, трубку с крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит, а здорово тебя, однако передернуло, это был просто дымовой патрон, он упал вон в те кусты. Я сажусь, на душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит неплохой фейерверк, если бы только это не было так опасно. Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут разрывается еще один, на этот раз ближе. Кат выбивает свою трубку. Сейчас нам дадут шару. Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удается сделать в спешке. Следующий снаряд уже накрывает нас. Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает с грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время, после того, как стихает шум разрывов. Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с линейными волосами. Он закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Такие плечи были у Кемериха. Я его не гоню. Но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю ее новобранцу на заднюю часть. Не для того, чтобы подурачиться, а просто из тех соображений, что сейчас та самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый слой мяса, но ранение в это место. Ужасно болезненная штука. К тому же приходится несколько месяцев лежать в лазарете, все время на животе, а после выписки почти наверняка будешь хромать. Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами слышны чьи-то крики. Наконец грохот стихает. Огонь пронесся над нами, теперь его перенесли на самые дальние запасные позиции. Мы решаемся поднять голову и осмотреться. В небе трепещут красные ракеты. Наверное, сейчас будет атака. На нашем участке пока что по-прежнему тихо. Я сажусь и треплю новобранцы по плечу. Очнись, малыш! На этот раз все обошлось. Он растерянно оглядывается. Я успокаиваю его. Ничего, привыкнешь. Он замечает свою каску и надевает ее. Постепенно он приходит в себя. Вдруг он краснеет, как маков цвет, лице его написано смущение. Он осторожно дотрагивается рукой до штанов и жалобно смотрит на меня. Я сразу соображаю, в чем дело. У него пушечная болезнь. Я, правда, вовсе не за этим поставил каску ему как раз туда, куда надо, но теперь я все же стараюсь утешить его. Студиться тут нечего. Еще и не таким, как ты, случалось наложить штаны, когда они впервые попадали под огонь. Зайди за куст, сними кальсоны, да и кусты. Вокруг становится тише, однако крики не прекращаются. В чем дело, Альберт? спрашиваю я. Несколько прямых попаданий на соседнем участке. Крики продолжаются. Это не люди, люди не могут так страшно кричать. Кат говорит. Раненые лошади. Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир. В этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Детеринг встает во весь рост. Изверги, живодеры, да пристрелите же их! Детеринг крестьянин и знает толк в лошадях. Он взволнован, а стрельба, как нарочно, почти совсем стихла. От этого их крики слышны еще отчетливее. Мы уже не понимаем, откуда они берутся в этом внезапно притихшем серебристом мире. Невидимые, призрачные, они повсюду, где-то между небом и землей. Они становятся все пронзительнее, и этому, кажется, не будет конца. Детеринг уже вне себя от ярости и громко кричит «ЗАСТРЕЛИТЕ! ЗАСТРЕЛИТЕ ЖИХ НАКОНЕЦ! Черт вас возьми! Им ведь нужно сперва подобрать раненых», говорит Кат. «Мы встаем и идем искать место, где все происходит. Если мы увидим лошадей, нам будет не так невыносимо и тяжело слышать их крики. У Майера с собой бинокль. Мы смутно видим темный клубок, группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это и есть раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валятся на землю и мчатся голопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них, падает, но снова встает на ноги. Деттеринг скидывает винтовку и целится. Кат ударом кулака направляет ствол вверх. «Ты с ума сошел!» Деттеринг дрожит всем телом и швыряет винтовку озим. Мы садимся и зажимаем уши, но нам не удается укрыться от этого душераздирающего стона, этого вопля отчаяния. От него нигде не укроешься. Все мы видали виды, но здесь и нас бросает холодный пот. Хочется встать и бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы не слышать больше этого крика. А ведь это только лошади, это не люди. От темного клубка снова отделяются фигуры людей с носилками, затем раздается несколько одиночных выстрелов. Черные комья дергаются и становятся более плоскими. Наконец-то. Но еще не все кончено. Люди не могут подобраться к тем раненым животным, которые в страхе бегают по лугу, всю свою боль вложив в крик, вырывающийся из широко разъянутой пасти. Одна из фигур опускается на колено, выстрел. Лошадь свалилась, а вот еще одна. Последняя уперлась передними ногами в землю и кружится как карусель. Присев на крупу, высоко задрав голову, она ходит по кругу, опираясь на передние ноги. Наверное, у нее раздроблен хребет. Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей, крик умолк. Лишь один протяжный замирающий вздох все еще дрожит в воздухе. И снова вокруг нас только ракеты, пение снарядов и звезды. И теперь это даже немного странно. Детеринг отходит в сторону и говорит в сердцах. А эти-то твари в чем провинились хотел бы я знать. Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно. Самая величайшая подлость это гнать на войну животных, вот что я вам скажу. Мы идем обратно, пора добираться до наших машин. Небо чуть-чуть посветлело, уже три часа утра. Потянуло свежим прохладным ветром. В предрассветной мгле наши лица стали серыми. На ощупь гуськом мы пробираемся вперед через окопы и воронки и снова попадаем в полосу тумана. Кочинский беспокоится. Это дурной знак. Что с тобой, Кат? спрашивает Кроп. Мне хотелось бы, чтобы мы поскорее попали домой. Под словом домой он подразумевает наши бараки. Теперь уже недолго, Кат. Кат нервничает. Не знаю, не знаю. Мы добираемся до траншей, затем выходим на луга. Вот и лесок появился. Здесь нам знаком каждый клочок земли. А вот и кладбище с его холмиками и черными крестами. Но тут за нашей спиной раздается свист. Он нарастает до треска, до грохота. Мы пригнулись. В ста метрах перед нами взлетает облако пламени. Через минуту следует второй удар, и над макушками леса медленно поднимается целый кусок лесной почвы, а с ним и три-четыре дерева, которые тоже одно мгновение висят в воздухе и разлетаются в щепки. Шипя, как клапаны парового котла, за ними уже летят следующие снаряды. Это шквальный огонь. Кто-то кричит В УКРЫТИЕ! В УКРЫТИЕ! Лук плоский, как доска. Лес слишком далеко, и там все равно опасно. Единственное укрытие это кладбище и его могилы. Спотыкаясь темноте, мы бежим туда. В одно мгновение каждый из нас прилипает к одному из холмиков, как метко припечатанный плевок. Через какие-нибудь несколько секунд было бы уже поздно. В огромные горбатые чудища, чернее, чем сама черная ночь, мчатся прямо на нас, проносятся над нашими головами. Пламя взрывов трепетно озаряет кладбище. Все выходы отрезаны. В свете вспышек я отваживаюсь бросить взгляд на лук. Он напоминает вздывленную поверхность бурного моря. Фонтанами взметаются ослепительно яркие разрывы снарядов. Нечего и думать, чтобы кто-нибудь смог сейчас перебраться через него. Лес исчезает на наших глазах, снаряды вбивают его в землю, разносят в щепки, рвут на клочки. Нам придется остаться здесь, на кладбище. Перед нами разверзлась трещина, дождем летят коми земли. Я ощущаю толчок. Рукав мундиров спор от осколком. Сжимаю кулак, но боли нет. Но это меня не успокаивает. При ранении боль всегда чувствуется немного позднее. Я ощупываю руку. Она оцарапана, но цела. Тут что-то с треском ударяется о мою голову, так что у меня темнеет в глазах. Молнией мелькает мысль. Только бы не потерять сознание. На секунду я проваливаюсь в черное месиво, но тот час же снова выскакиваю на поверхность. В мою каску угодил в глаза труху. Передо мной раскрылась яма, я смутно вижу ее очертания. Снаряды редко попадают в одну и ту же воронку, поэтому я хочу перебраться туда. Я рывком ныряю вперед, распластавшись как рыба на дне, но тут снова слышится свист, я сжимаюсь в комок, ощупью еще укрытие, натыкаюсь левой рукой на какой-то предмет. Прижимаюсь к нему, он поддается, рывная волна гремит в моих ушах, я подо что-то заползаю, чем-то накрываясь сверху. Это доски и сукно, но это укрытие, жалкое укрытие отсыплящихся сверху осколков. Открываю глаза. Мои пальцы вцепились в какой-то рукав, в чью-то руку. Раненый? Я кричу ему, ответа нет, это мертвый. Моя рука тянется дальше, натыкается на щепки и тогда я вспоминаю, что мы на кладбище. Но огонь сильнее, чем все другое. Он выключает сознание, я забиваюсь еще глубже под гроб, он защитит меня, даже если в нем лежит сама смерть. Передо мной зияет воронка, я пожираю ее глазами, мне нужно добраться до нее одним прыжком. Вдруг кто-то бьет меня по лицу, чья-то рука цепляется за мое плечо. Уж не мертвец ли воскрес? Рука трясет меня, я поворачиваю голову и при свете короткой, длящейся всего пару секунд вспышки, с недоумением вглядываясь в лицо Качинского. Он широко раскрыл рот и что-то кричит. Я ничего не слышу. Он трясет меня, приближает свое лицо ко мне, наконец грохот на мгновение ослабевает и до меня доходит его голос. ГАЗ! ГАЗ! Передай дальше! Я рывком достаю коробку противогаза. Неподалеку от меня кто-то лежит. У меня сейчас только одна мысль. Этот человек должен знать. ГАЗ! ГАЗ! Я кричу, подкатываюсь к нему, бью его коробкой, а он ничего не замечает. Еще удар, еще! Он только пригибается. Это один из новобранцев. В отчаянии я ищу глазами Ката, он уже надел маску. Тогда я вытаскиваю свою, каска слетает у меня с головы, а резина обтягивает мое лицо. Я наконец-то добрался до новобранца, его противогаз как раз у меня под рукой. Я вытаскиваю маску, натягиваю ему на голову. Он тоже хватается за нее, я отпускаю его, бросок, и я уже лежу в воронке. Глухие хлопки химических снарядов смешиваются с грохотом разрывов. Между разрывами слышно гудение набатного колокола. Гонги и металлические трещотки возвещают далеко вокруг. ГАЗ! 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 За моей спиной что-то шлепается одно воронки. Раз, другой. Я протираю запотевшие от дыхания очки противогаза. Это КАТ, КРОП и еще кто-то. Мы лежим вчетвером в тягостном напряженном ожидании и стараемся дышать как можно реже. В эти первые минуты решается вопрос жизни и смерти. Герметична ли маска? Я помню страшные картины в лазарете, отравленные газом, которые еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие. Я дышу осторожно, прижав губы к клапану. Сейчас облако газа расползается по земле, проникая во все углубления, как огромная мягкая медуза заползает оно в нашу воронку, лениво заполняя ее своим студенистым телом. Я толкаю КАТа. Нам лучше выбраться наверх, чем лежать здесь, где больше всего скапливается газ. Но мы не успеваем сделать это. На нас снова обрушивается огненный шквал. На этот раз грохочут, кажется, уже не снаряды. Это бушует сама земля. На нас с треском летит что-то черное и падает совсем рядом с нами. Это подброшенный взрывом гроб. Я вижу, что КАТ делает какие-то движения и ползу к нему. Гроб упал прямо на вытянутую руку того солдата, что лежал четвертым в нашей яме. А свободной движением и крепко держит. Мы скатом пробуем освободить раненую руку. Крышка гроба треснула и держится непрочно. Мы без труда откидываем ее. Труп мы выбрасываем и он скатывается на дно воронки. Затем мы пытаемся приподнять нижнюю часть гроба. К счастью, солдат потерял сознание и Альберт может помочь нам. Теперь нам уже не надо действовать так осторожно и мы работаем в полную силу. Наконец-то гроб со скрипом трогается с места и приподнимается на подсунутых под него лопатах. Стало светлее. Кат берет обломок крышки, подкладывает его под раздробленное плечо и мы делаем перевязку истратив на это все бинты из наших индивидуальных пакетов. Пока что мы больше ничего не можем сделать. Моя голова в противогазе звенит и гудит. Кажется она вот-вот лопнет. Легкие работают с большой нагрузкой. Им приходится вдыхать все тот же самый горячий уже не раз побывавший в них воздух. Вены на висках сдуваются. Еще немного и наверное я задохнусь. В воронку просачивается серый свет. По кладбищу гуляет ветер. Я перекатываюсь через край воронки. В мутно-грязных сумерках рассвета передо мной лежит чья-то оторванная нога. Сапог на ней совершенно цел и сейчас я вижу это вполне отчетливо. Но вот в нескольких метрах подальше кто-то поднимается с земли. Я протираю стекла и от волнения они сразу же снова запотевают. Я с напряжением вглядываюсь в его лицо. Так и есть. На нем уже нет противогаза. Еще несколько секунд я выжидаю. Он не падает, что-то ищет глазами и делает несколько шагов. Ветер разогнал газ, воздух чист. Тогда и я тоже с хрипом срываю с себя маску и падаю. Воздух хлынул мне в грудь, как холодная вода. Глаза вылезают из орбит, какая-то темная волна захлестывает меня и гасит сознание. Разрыва больше не было. Я оборачиваюсь к воронке и делаю знак остальным. Они вылезают и сдергивают маски. Мы подхватываем раненого, один из нас поддерживает его руку в лупке. Затем мы поспешно уходим. От кладбища осталась груда развалин, повсюду разбросаны гробы и покойники. Они умерли еще раз, но каждый из тех, кто был разорван на клочки, спас жизнь кому-нибудь из нас. Ограда разбита, проходящая за ней рельсы фронтовой узкоколейки сорван со шпал. Их высоко загнутые концы вздыбились в небо. Перед нами кто-то лежит. Мы останавливаемся, только кроп идет с раненым дальше. Лежащий на земле солдат, один из новобранцев. Его бедро перепачкано кровью, он так обессилил, что я достаю свою фляжку, в которой у меня осталось немного рому с чаем. Кат отводит мою руку и нагибается к нему. Куда тебя угораздило, браток? Он только водит глазами, он слишком слаб, чтобы говорить. Мы осторожно разрезаем штанину, он стонет. Спокойно, спокойно, сейчас тебе будет легче. Если у него ранение в живот, ему ничего нельзя пить. Его не стошнило, и это хороший знак. Мы обнажаем ему бедро. Это сплошная кровавая каша с осколками кости, задет сустав. Этот мальчик никогда уже не сможет ходить. Я провожу влажным полотенцем по его вискам и даю отхлебнуть ему глоток рому. Глаза его немного оживают. Только теперь мы замечаем, что и правая рука у него тоже кровоточит. Кат раздергивает два бинта, стараясь сделать их как можно шире, чтобы они прикрыли рану. Я ищу какой-нибудь материи, чтобы перевязать ногу поверх бинтов. Больше у нас ничего нет, поэтому я вспарываю штанину раненого еще дальше, чтобы использовать для перевязки кусок его кольсон. Но кольсон на нем нет. Я присматриваюсь к нему повнимательнее. Это мой доверш незнакомый с лениными волосами. Тем временем Кат обыскал карманы одного из убитых и нашел в них еще несколько пакетиков с бинтами, которые мы осторожно прикладываем кране. Паренек все время не спускает с меня глаз. Я говорю ему, мы сходим за носилками, тогда он разжимает губы и шепчет, останьтесь здесь. Кат говорит, мы ведь ненадолго, мы придем за тобой с носилками. Трудно сказать, понял ли он нас, жалобно, как ребенок, он хнычит нам вслед. Не уходите. Кат оглядывается и шепчет, а может просто взять револьвер, чтобы поскорее все это кончилось. Паренек вряд ли перенесет транспортировку и в лучшем случае протянет еще несколько дней. Но все, что он пережил до сих пор, ничто в сравнении с тем, что ему предстоит перед смертью. Сейчас он еще оглушен и ничего не чувствует. Через час он превратится в кричащий от невыносимой боли комок нервов. Дни, умопыткой. И кому это надо, чтобы он промучился несколько дней? Я киваю. Да, Кат. Надо просто взять револьвер. Давай его сюда, говорит он и останавливается. Я вижу, что он решился. Оглядываемся. Мы уже не одни. Возле нас скапливается кучка солдат, из воронок и могил показываются головы. Мы приносим носилки. Кат покачивает головой. Такие молодые. Он повторяет. Такие молодые и ни в чем не повинные парни. Наши потери оказались меньше, чем можно было ожидать. Пять убитых и восемь раненых. Это был лишь короткий огневой налет. Двое из убитых лежат в одной из развороченных могил. Нам остается только засыпать их. Мы отправляемся в обратный путь. Растянувшись цепочкой, мы молча бредем в затылок друг другу. Раненых пункт. Утро пасмурное, санитары бегают с номерками и карточками. Раненые тихо стонут. Начинается дождь. Через час мы добираемся до наших машин и залегаем в них. Теперь нам уже не так тесно. Дождь пошел сильнее. Мы разворачиваем плащ-палатки и натягиваем на голову. Дождь барабанит по ним. С боков стекают струйки воды. Машины с хлюпанем ныряют выбойной и мы раскачиваемся в полосне из стороны в сторону. В передней части кузова стоят два солдата, которые держат в руках длинные палки с рогулькой на конце. Они следят за телефонными проводами, висящими поперек дороги так низко, что могут снести наши головы. Своими рогатками солдаты заранее подхватывают провод и приподнимают его над машиной. Мы слышим их возгласы. Внимание, провод! Приседаем в полосне и снова выпрямляемся. Монотонно раскачиваются машины, монотонно звучат окрики, монотонно идет дождь. Вода льется на наши головы и на голову убитых на передовой, на тело маленького новобранца и на его рану, которая слишком велика для его бедра. Она льется на могилу Кемериха, она льется в наши сердца. Где-то ударил снаряд. Мы вздрагиваем, глаза напряжены, руки вновь готовы перебросить тело через борт машины в придорожную канаву. Но больше ничего не слышно. Лишь время от времени монотонные возгласы. Внимание, провод! Мы приседаем, мы снова дремлем.